Бердск неразрывно связан с военной авиацией. Более десятка лет в нашем городе базировался 337-й отдельный вертолётный полк. Бердские авиаторы собрались на мемориале Воинскому Братству Защитников Отечества, чтобы отдать дань памяти и уважения павшим при исполнении воинского долга товарищам. Большой юбилей российской армейской авиации для лётчиков – это повод встретиться и пообщаться со служивцами, вспомнить былую молодость. Юрий Леус – полковник в отставке, участник боевых действий, воевал в Афганистане. Служил в 337-м отдельном вертолётном полку ещё в Германии, потом в Бердске. «Летали, отрабатывали навыки и всегда были готовы приступить к любым задачам. Да как будто бы и не расставались. Все свои знакомые. Так что ничего нового. Рад всех видеть, что все здоровы, все улыбаются. Многие пришли с жёнами». Анатолий Золотухин – легенда 337-го отдельного вертолётного полка. Командир первой вертолётной эскадрильи боевых вертолётов Ми-24. Уверен, боевые успехи вертолётного полка обеспечивали в первую очередь люди, и это не просто красивые слова. Лётчики принимали участие во всех интернациональных военных операциях. «Наверное, всё-таки из-за людей, из-за лётчиков. Я просто говорю одно. Взять Афган, взять Сирию. Ни один экипаж, который был сбит и упал на земле, просто так не попался в плед. Бились до конца. Бились на земле до конца. Многих людей этих ребят представили героям. Это я знаю по Афгану, сейчас это есть и в Сирии такой же. То есть, в первую очередь, это люди». В 2009 году в ходе реформы вооружённых сил 337-й отдельный вертолётный полк вошёл в состав авиационной базы в городе Обь. Однако позже подразделение вновь претерпело изменения, в результате которых появился 337-й авиационный полк, который, по сути, вернул себе историческое название. Бердские лётчики с большим теплом вспоминают службу. В их адрес со сцены прозвучали слова благодарности, ветеранам вручили грамоты. Сегодня они хоть и находятся на заслуженном отдыхе, но без дела сидеть не могут, активно участвуют в общественной жизни города.